Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, Стас, и это такое спонтанное видео. Конечно, спонтанно я до этого месяц ничего не делал. Как вы, я думаю, уже догадались, почему я месяц ничего до этого не делал, почему решил именно сейчас же по названию к этому видео. Все потому, что осталась ровно одна неделя до первого экзамена ЕГЭ по литературе. И ровно 10 дней до моего первого экзамена, это русский язык. Сейчас я не могу ни о чем думать, кроме как о ЕГЭ. И я помню еще, что 30 апреля я хотел снять видео про то, что осталось ровно месяц до экзаменов. И что-то меня остановило, решив, что ладно, это еще долго, далеко. И вот месяц пролетел. Месяц пролетел со скоростью... Когда не знаешь физику, трудно подобраться. Со скоростью быстро, очень быстро, в общем, пролетел этот месяц. И вот осталось 10 дней. Что же вы спросите меня надо делать сейчас, когда осталась ровно неделя до экзаменов? Готовиться усерднее. Потому что я не понимаю, почему вы в 9 классе не начали к ЕГЭ готовиться. Почему вы в 10 классе не начали готовиться к ЕГЭ. Почему вы решили за неделю до экзамена начать готовиться. В общем, вы уже должны быть подготовлены на все 100% к этим экзаменам. Но это не про физиков, потому что у физиков еще через месяц экзамены. Нам вообще еще можно ноги с балкона свесить и прыгать начать. Не вздумайте это делать сейчас, ясно. То есть, скажете, ээээ, сейчас, козел, прыгать с балкона. У меня банан лежит, я банан хочу. Кстати, по поводу телефонов. На экзаменах вообще никак нельзя проносить. Ну, ни под каким боком, ни под каким предлогом. Не надо, лучше даже вообще не рискуйте. Сумки там при входе оставьте. И вообще, забудьте на 4 часа про то, что когда-либо был какой-либо телефон. Также еще хочу сказать, что не только этот месяц пролетел незаметно, но и все 11 лет обучения в школе пролетели почему-то так же незаметно. Да, 11 лет пролетели очень быстро. В 5 дней у нас будет последний звонок. Интенсивнее готовиться начали. Можете, кстати, приходить на мой последний звонок в гимназию 83 города Ижевска, если хотите, в 12, 30, 25 мая. Я понимаю, что никто не придет, но вы теперь знаете, что у меня будет последний звонок. В общем, что я вам хочу сказать по поводу того, что будут скоро экзамены. Я вам хочу сказать самое главное, то, что вы не должны их бояться. Вы будете идти на них уже подготовленными. Вам нечего там бояться. Вам не надо ничего бояться. Вы это уже все знаете. Вы это решали уже 36 как минимум раз. У меня книжка по русскому языку именно 36 раз. Еще нарушу ЕГЭ решали, я вообще уже в школе. Вы эти тесты решали очень много раз. Чем это? Этот тест будет отличаться от того, что вы уже решали? Ничем. Просто другая обстановка. Да, более гнетущая. Да, немного неприятная. Это не ваша родная школа. Эти люди вообще непонятно, кто и вообще, почему я должен задавать экзамены среди вот этих вот индивидов. Господи, отделите меня в какой-нибудь социальный вакуум от всех них. Нет, ребят. Вы просто сядете и напишите все ваши экзамены. Потому что вы знаете, что с этим делать. Вы уже знаете эти темы. Так что я не понимаю, что в них многие находят такого страшного. Понятно, что 29-го и 30-го я буду нервничать. Просто, Господи, Боже мой, спасите. Заполняешь бланк, ты будешь очень сильно нервничать. Когда тебе дадут кима, ты будешь очень сильно нервничать. Потому что первое это будет, Господи, что это за задание? Я вообще не понимаю, что это такое, Господи, что такое общество? Что такое глагол? Мы вообще глагол проходили. Глагол, это что существительное? Что такое существительное? Это глагол. Вот такая же у вас будет примерно реакция. Но потом где-то минут через 35-40. Почему 24 часа так много? Потому что вы можете сесть и спокойно все сделать. Реально спокойно. Я не думаю, что есть люди, которые пишут сочинения по 3 часа. Остальные 35 минут они на тесты тратят. Я не думаю, что есть такие люди. Потому что там сочинение 150 слов написал и доволен. Доволен, но ходишь домой. До свидания. Ну а пока. Ты начинаешь вспоминать. Ты начинаешь погружаться с головой в свою работу. Тебе не будет ничего отвлекать. Ну, по крайней мере, не должно. Я себя успокаиваю тем, что там будет. И ты просто решаешь этот тест. Обычный тест. Все. Обычный тест. Ты его решаешь. Довольно уходишь домой. Получаешь 100 баллов. И веселишься кефиром. Надеюсь, что со мной будет точно так же. Я явно посмотрю это видео перед тем, как пойти. И вы посмотрите. Можете, кстати, его расшарить. Всем знакомым, сдающим ЕГЭ или просто вы вся на стену. Чтобы все посмотрели, что в принципе здесь бояться особо нечего. Ну, я так надеюсь. Так что, ребят, верю в то, что вы все сдадите. Я верю в то, что я надеюсь, что все сдам. Нет, все сдам. Я верю в себя. И всем спасибо, ребят. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok